Впервые в Искитимском районе был проведен конкурс среди школьников «Безопасное колесо». Это игра, во время которой дети показывают свои знания правил дорожного движения, учатся навыкам оказания первой помощи и осваивают фигурное вождение велосипеда. На предложение поучаствовать в новом для района проекте отозвались шесть команд. Участники встретились в центральном парке Искитима. Ребята говорят, что движение на сельских дорогах не такое интенсивное, как в городе, да и знаков поменьше. Там почти машины не ездят вообще. Однако даже на полупустых дорогах случаются неприятности, в том числе со школьниками. Поэтому организаторы районного конкурса решили вовлечь в процесс профилактики детского травматизма как можно больше ребят. Если в городе это уже традиционное соревнование, мы решили в районе организовать первое свое такое. И вот у нас такие, сейчас ребятишки, вот видите, бегают, такие первооткрыватели. Команды начали зарабатывать баллы еще до начала основного этапа. Они рисовали газеты, готовили приветствие командам-соперникам. Для практического задания потребовались велосипеды. Семья Бахваловых из поселка Чернореченский приехала на них поболеть за сына. В семье принципиально не покупают машину. Это давно у нас убеждение такое, в общем, семейное. Пешком мы любим ходить на велосипедах, покататься. Ну, как-то у нас так в семье. Таня Высоцкая из поселка Советский тоже придерживается подобной позиции. Хотя причины у девочки другие. Вот только проехать без ошибок по специальной полосе оказалось не так просто. Даже взрослые не всегда могут справиться с такой задачей. Ребята также ответили на вопросы тестов, пробовали оказать первую помощь при открытом переломе голени. Неподвижно остается. Осторожно. Распределяем, да, теперь, куда нужно. Подтягиваем его. В принципе, ребята, думаю, не растеряются. Не дай бог, конечно, чтобы такое случилось в их жизни. Но, думаю, они будут готовы справиться. По итогам первого районного соревнования лучше всех заданиями справилась команда Чернореченской школы. На втором месте ученики из керамкомбината. И третьими стали школьники из поселка Советский.